И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами Алик Алабудвин. Мы проходим тренинг по мануальной терапии. Сейчас мы уже сделали общую разгрузку позвоночника, декомпрессию, общее растягивание грудного отдела. В этом ролике мы рассмотрим грудной отдел. Конкретное искажение локальное. Так скажем, когда позвонки, мы уже протестировали, сейчас просто по-густому расскажу, какие позвонки куда смещены. Вот, например, вот этот вправо, вот этот тоже вправо, незначительно. Можно проверить, насколько он сильно уходит, повернуть голову пациента в другую сторону. Вот он выравнивается, так ровно стоит. Повернем в другую сторону опять, так он больше уходит вправо. Значит, будем вот этот позвонок вправить. И тут их не один, а два позвонка. Вот сюда ушли тоже вправо. Значит, какими методами? Ну, во-первых, естественно, мы разглели его, согрели. Вот линия красная у нас ассоциируется с осью позвоночника остистыми отростками, зеленая, где крепятся ребра к боковым отросткам, поперечным. Соответственно, по вот этим отросткам мы пробиваем человека, разбивая ему фасеточные суставы, ну, как бы сочинения, да, чтобы у них сцепление размято было мягче. Бить можно в грудном отделе достаточно сильно. Кроме того, вот если эти позвонки нас интересуют, да, то по боковым отросткам, сейчас покажу, вот, примерно от позвонков на два пальца вверх идет его отросток вот. От этого здесь, да, то прямо вот эти вот места можно сделать такой достаточно мощный удар. Цепимо? Так, и теперь, какими методами мы работаем? Ну, первое, это мы должны с той стороны, соответственно, растянуть, с этой стороны нажать в позвонок и вверх, да. Значит, чтобы растянуть, нам уже голову повернуть в другую сторону. Помните, по нашей схеме мы, если вот сюда вышли позвонок, да, нам его подбиться, просто нужно растянуть вверх, вверх. Если растянуть выше, добавим вот расслабление руки, эту руку можно убрать вот сюда, чтобы он еще больше растянулся, да. Своей рукой входим, ну, как нам будет удобнее, потому что место достаточно очень маленькое, да, либо гипотенором, да, либо запястьем, либо там, ну, подравнивать, либо вот тенором, да. Например, я буду давить сейчас тенором. Пальцем вряд ли так сильно не смогу надавить. Вот и тенором буду надавить, соответственно, перецерываться вверх, а тут я растягиваю. Растяну, не тенором, а жильки по тенорам, буду их. Растяну, и одновременно движение будет вот такое. Обязательно используйте тряпочку, потому что, чтобы руки не соскоязнули. И получается, с этой стороны можно обойти, как вам будет удобнее, с этой стороны. То есть наше движение на поворот такое получается. Если у него, например, сколиоз достаточно вот такой вот обширный, да, то мы берем всю вот эту часть целиком ладонью, уводим вот туда, 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 туда. Соответственно, надо было бы распрямить эту часть, уводим, уводим, внедряемся прямо в тело. По сути, мы давим опять по вот этой зеленой линии, на ребер, на поперечное сочленение. Выводим, уводим, и можно одной рукой. Удобляем. Если она обширена в эту же сторону, да? Да, если же в эту же сторону. Опять же, вот они ушли в эту же сторону, да? Попробуем за руку, поднимаем руку, голова опять же вот сюда, и по зеленой линии нашей, да, в вот эти поперечные сочленения будем растягивать одновременно, да? Как я с лопаткой покладывал, одновременно давить в сторону противоположного. Следующий прием. То есть, смотрите, тут нет такого, что какой-то один прием идеальный, да, он поможет на все сто процентов. Попробовали один, попробовали второй, попробовали третий, потом перевернули человека там, попробовали так. Между этим как бы его все больше и больше расшатываем, расшатываем, подготавливаем, подготавливаем, да, и в какой-то момент он сработает. Не получилось лежа, попробуем стоя сделать. Значит, смотри, дальше с этим отделом, что будем делать? Вот, поставим человека на локти, в позу сфинкса. Да, вот ты его уже знаешь, поближе к другу, друг к другу. Ну, не знаю, так сильно, да, вот. Держи за стол, за стол и предлагаю держаться, чтобы руки не поднимались вверх, а на чем голову будет касаться голову, пускай, стоп, 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 стоп. Ну, во-первых, отсюда я уже показывал, да, что можно диагностировать, тут ярко уже видны эти позвонки, да, конкретных можно увидеть. Вот они, вот он ушел. Ну, кто хочет, может пощупать. И даже спад мышечный со стороны идет. Вот сюда идет под лопатку. Так что наверху лево. Ну, вот это, да. Так, это влево. А вот это право будет спазмать. Ну, соответственно, вот первый способ, это продолжаем за голову крутить. Сам ничего не делай. Раскачиваем, раскачиваем, головой расслабился, потом резкий поворот. Грудной отдел на декомпрессию. Прожимаем одновременно верхнюю часть. Как бы кивок такой, да, и вот одновременно раскачиваем, раскачиваем, доходит до преднапряжения. Потом, вот у нас, прожимаясь в грудной отдел, опять же, бережем арсистые отростки, направляем их между подушечками нашей ладони. Если у человека сколиоз, да, ну, например, в эту сторону пошел, влево, да, то мы это давим не на позвонки, а вот по этой зеленой линии, да, на гребень. На реберном поперечном сочинении вот сюда ставим руку и давим, соответственно, выше, вверх, с поворотом головы. Видите, мы с той стороны развернули и будем их продавливать, вот прямо в него. То есть, когда мы давили вот так, у нас движение было вертикально вниз. Когда мы давим на поперечную, ну, когда сколиоз, да, то давим вперед, вот туда по диагонали получается. Ну, смотри, это если сколиоз туда? Если сколиоз, нет, я неправильно первый раз сказал, это если сколиоз идет в нашу сторону, в нашу сторону, то с той стороны, да, мы растягиваем дополнительно, даже можем чуть повернуть вот так, да, и продавливаем поперечный отросток. И продавливаем теперь арсисты, то есть тоже поворот. Да, потому что здесь мы давили на поперечную. То есть, при сколиозе, когда вот они повернулись артисты отростки в сторону, чаще всего, практически всегда, это бывает с ротацией, то есть, позвонки ротировались и с этой стороны поднялись поперечные отростки. Так, поэтому в них тоже обязательно давим. Так, теперь локальный следующий прием, когда человек переворачивается на живот. Ну, во-первых, грудной отдел можно продавить через ребра. Да, ребра идут ниже, чем, то есть, ну, например, там, пятая, пятый позвонок, да, ребра у него идет здесь ниже, чем там. То есть, мы от того позвонка примерно отступаем сантиметров десять, где-то вот так, получается, пятнадцать сантиметров, да, продавливаем с учетом вверх. С учетом того, чтобы попали через ребра к тому позвонку, да, для декомпрессии. Ну, тут немножко еще само ребро вставилось. Если нужно вправить ребра, да, это вообще делается еще проще. Вот мы нащупываем, где они крепятся к грудине, да, и просто упираясь в них, сдаем давление, под напряжение и уходим в сторону. Ну, не перпендикулярно, да, а опять немножко, немножко под углом вниз. Верхние перпендикулярно, а эти чуть вниз. Расшапраю вот эти вот сочинения. Для декомпрессии дальше, что будет еще мощнее, да, можем вот поднять человека, ухватиться, ну, насколько это возможно, своей рукой за те позвонки, которые нас интересуют. Голова лежит на предплечье моем, да, я предплечье буду давить. С этой части я в грудной отдел давлю через локти. Тут надо локоть на локоть положить. Давлю своей грудью. Так продавлю, а просто сохранимся. И локальный случай, когда вот они там смещены были, да, как правило, бывает один смещен сюда, один сюда. Ассистотростки там внизу сейчас они находятся. Тогда мы под них подкладываем кулачок, так что ассистотростки ложатся вот здесь, да. Вот этими пальцами будем поднимать верхний позвонок, а нижний тенором подбивать в противоположную сторону. Если, то есть вот так они лежат, вот такое движение будет. Если не хватает высоты, как бы вот такой, да, то иной раз я прям кладу вот на такой гребенка, прям вот на большой палец. Позвоночник висит, соответственно, с этой стороны. Ассистотростки идут. То есть мы поворачиваем его через тряпочку опять же. Находим вот это место. Вот оно. Локти сложены вместе. И через движение локтей мы задаем направление к ассистному отростку. Вот таким вот способом. Ну, если вы там до конца не поняли, да, сейчас мы руки поставим, сейчас мы это все отработаем на практике, как там подвижнуть позвонок в обратную сторону. И следующий прием, поворачиваясь на живот опять. Позвонки, которые все на крутом переходе. С7, TH1, TH2. Вот, например, они, ну, как у него получилось, ушли сюда направо, да. То у нас какие есть способы воздействия. Опять расширяем эту сторону, да. Руку убираем, чтобы она тоже не мешалась. Упираемся в них. Мы находим точку. Упираемся в них локтем. А за плечом будем отводить в сторону. Вот так. Прямо вот эти отростки. Движение, соответственно, вот туда. По загонали и вверх. Следующий прием опять же с ними. В этой же позе мы упираемся в эти отростки. Ну, тут как удобно. Запястьем, тендером, да. Чего вы возьмете. И на поворот. Голова поворачивается, да. Высвобождаем место. И мы туда вторая позвонок. Раскачали. Дышим, допустим, напряжение. Вот. Ну, даже слышно было, по-моему, да. То есть, вот у нас не получилось в том позе вставить в этой. Вот сейчас он ставился. Тут еще один остался. Это ставился первый, а вот второй еще не на месте. Так. Вот. Получилось ставить так, да. Ну, допустим, не получилось, да. Еще способ, как мы делаем. Разворачиваем его в другую сторону. И поворачиваем вот сюда. Ну, то есть, опять же, с этой стороны расширяем. А лобку, как видите, я специально поднял. И перенес сюда, чтобы вот больше эту сторону растянуть. Ну, во-первых, можно то, что мы делали с шеей, да, просто подготовить ее. Вот уже протонули. А во-вторых, продолжаем. Кому угодно. Удобно. Можете пальцы. У кого сильные пальцы, можете пальцем давить. А так, вообще, я надавливаю костяшку большого пальца через шею. Получается, с половодом. Ну, тоже, смотрите. Лучше не держать за щелку там, да. Чтобы не держать эти узлы. Там просто неприятно будет. А за кость, височную за височную кость. Вот такой вот шелчок. Вот. Ну, тут, соответственно, смотрите. Подходить можно вообще к человеку с любой стороны. Вот, соответственно, подошли, да. Вот ставили, вот так, давили. Главное, когда вы понимаете, что вы делаете, да. Вы можете тоже самое делать с любой стороны. Угу. Опять же, лучше действовать через тряпочку. Ну, я одену по коже, чтобы вам показать. На панигулу вперед. Вот. Позвонки отгибаются. Нам нужно пощупать. Ну, вот, например, вот эти вот позвонки, да. Нам нужно поставить вот сюда опять. Влево. Значит, наметили эту точку. Распрямись. Шею наклонить опять по ключицам, подростным ключицам. Положи руки на шею. На голову. Да. В эту точку я выбираюсь в герцовую косточку вот этой своей. То есть, поднимаю ногу, да, и могу манедлировать. Выше, ниже, слева, справа. Вот. Прицелился. Отставил руки. Вот. Расправил его. И на себе. Расслабься, расслабься. Пальцы не расцепляй. И вот таким моментом вставляем манипуляционное действие в конце на себя. Опять же, растянули, растянули, дошли до преднапряжения, и после этого потом толчок. Если высоты колена у вас не хватает, да, вы, в принципе, можете своим черепом воткнуться в это место, да, вот прицелились. Натянули его шею, руки на себя, прицелились и в случае подставили. Так же, очень хорошо ротации грудного отдела использовать. Так, опять вынимите. Да, при ротации желательно, чтобы тело человека было вертикально, позвоночник был прямой. сажаем поглубже, чтобы не держался коленком за стол. С поворотом. Ну, по-моему, достаточно, да, просто крутоносик. Но, как правило, люди разъезжаются, там, ноги расползаются, да. Когда мы берем одну руку свободно на плечо, кладем, вторую подбираем под его подмышкой, за плечо, вот тут на поворот, да. Если он все равно съезжает, да, лучше своей ногой, ну, можно так же и на полу сделать, да, своей ногой, мы придерживаем его бедро. И вот раскачиваем, раскачиваем какое-нибудь напряжение, начинаем продавливать грудный отдел. Раз, два, три. Следующий прием, он немножко такой, ну, для сколиоза, так скажем. Взяли так же, можно нажать, где руки положить, голову кладем на бок, да, и человека, придерживая за ногу, раскачиваем, раскачиваем, тут уже нам надо за другую ногу придерживать, поэтому, чуть-чуть руки расставь, ставлю свою ногу с той стороны его бедра, чтобы он не уполз. Раскачиваем с качанием, вот так вот на бок, он вперед упал, повернули, вперед упал, повернули, вперед упал, повернули, повернули, вперед упал, и в ответственный момент, раз, слышно было, раз, раз, это как бы вот более усиленная формула предыдущего движения, да, потому что в динамике, потому что с таким переходом идет, и как раз вот для сколиоза это тоже очень хорошо. Так, ну, на этом мы как бы остановим нашу запись грудного отдела сидя, а в дальнейшем видеоролике мы рассмотрим, как править человека стоя. До новых встреч, с вами был Олег Лабудвин.